доброе утро дмитровчане друзья сегодня у нас 23 июля но смотрите да установили вот этот забор непонятный никчемный на пирсе вообще это порт у нас порт причал дмитровский взяли установили забор и вот теперь уже кто-то его ломает но кто-кто мужики которые понимать что это самоуправство властей что берут устанавливать ограничения свободного передвижения то есть это был старый причал который еще в сталинское время был построен и вот впервые за 70 лет если не больше взяли и какой-то дядя в кабинете своем распорядился каким-то работягам установить вот этот забор абсолютно конечно неадекватное строение но если вы хотите оградить да чтоб дети не купались или что-то можно было вот здесь сюда до этой границы сделать чтобы свободно проходили какие-то взрослые люди рыбаки а здесь допустим табличку поставить по распоряжению мчс детям проход на пирс запрещен что-то такое а здесь просто берут и до конца вот провокация знает что люди все равно будут бегать пытаться выйти на на привычный добрый им пирс знакомый с детства берут под самый край делают эти шурупы чтобы только грохнулся то есть за подлог это делают и соответственно люди начинают это все ломать открывать давайте посмотрим кто же это умудрился установить то может какие-то таблички интересные будут где будет разъяснено положение какое-то правительство еще под распоряжение какого-то ведомства почему и на каком основании установлен вот этот тщедушный 3d забор как сейчас называют ну короче не все огораживают этими заборами шкодными блин и школы и детские сады видимо какой-то сыночек чей-то фирму выкупил по производству этой проволоки и они начали все это дело устанавливать непонятно зачем сам причал еще раз напомню находится в плачевом состоянии все сломано дыры в бетоне очень бардак бред и мусор и все осталось опасная зона проход запрещен смотрите на какие пластмассовые шкипердяечки сделано да это какая-то это но по-русски греет конечно порнография чистейшая даже эротика это называть нельзя это какая-то прохиндиада да прохиндиада или бег по кругу зачем это было сделано кто опасная зона проход запрещен то есть 70 лет было не опасная зона а теперь стало опасно и значит когда какой-то корабль сюда причалит по каким-то причинам ни туристы не команда не сможет сойти на берег понимаете да в чем дело то есть вот такая вот будет блеотина вот друзья мои так а я сейчас направляюсь на спортивный городок мне очень интересно вообще позаниматься сегодня сейчас вам расскажу но репортажи но все это все таки остается эта загадка кто вот эту ерундистику суда соорудил которая опять же сооружена без каких-либо норм безопасности то есть это фикция фикция где-то опять денежки размыли на этот забор были выделены деньги и они потратили денежку отчитали что все перегорожено как и положено могу друзья вот примерно так вот давайте ждите сейчас нового репортажа моего